Такой была комната 26-летней Лилии Бутко из Тольятти в январе этого года. Тогда у девушки даже не было табуретки для нас, поэтому интервью писали стоя и на корточках. А так комната девушки выглядит сегодня. У меня самое то, что бросились цветы по глаза. У Лилии нет слов от восхищения. Обоев, цветочек, новый потолок, люстра, мебель. Свою комнату девушка просто не узнает. Создали здесь бригаду. Девчонки приходили, обои клеили. Парень сам всю электрику поменял. Электрика полностью заменена. Если видите, даже розетки, все уровень, выведен щиток. То есть пол ДВП, это новое, естественно, было сделано. Потолок вообще изумеет. У Лилии ДЦП приступы эпилепсии. Девушка жила с мамой и братом. Когда квартиру разменяли, ей досталась эта комната в том самом состоянии, в котором мы застали ее зимой. Переехав в комнату, Лилия начала жить взрослой жизнью. Еда, одежда, оплата жилья – все ложилось на ее плечи. Весь доход девушки – небольшая пенсия по инвалидности. И этой пенсии на все не хватало. У Лилии накопился большой долг за коммунальные платежи. Она не могла купить себе обувь, одежду. Сергей Евгеньевич Голубок волей случая узнал историю Лилии и не смог остаться в стороне. Начали с ремонта. Провели съемки и в интернете мы высказали, конечно, пожелания, желающие, кто может нам помочь. Вы знаете, я клятуюсь многими. Ремонт – как перезагрузка всей жизни. Лилию ждало много перемен. Она была одиночка, но теперь к ней на помощь пришли волонтеры из Самары и Тольятти. Два города объединились, чтобы помочь ей одной. На месяц девушку переселили к знакомым. О том, что происходило все это время в ее комнате, она только догадывалась. И когда, наконец, ремонт был закончен, и Лилия зашла в первый раз в уже новый дом, она потеряла дар речи. Полы, потолки, батареи, проводка, обои, мебель – все-все было новое. Незнакомые люди объединились и подарили ей новую жизнь, радостную и светлую. Просто стало, как про меня стали говорить, и жизнь изменилась. Но в лучшую сторону. В лучшую сторону. Были знакомые, даже незнакомые, как говорится, не без добрых людей. Но она у нас стала много, даже девушка. Спрашивают, приходят, интересуются, что надо. Она понимает, конечно, что она в жизни не одна. И добрые люди, и знакомые могут стать очень близкими, и очень нужными, и очень приятными людьми. Я благодарна всем за эту помощь и внимание, которое вы мне оказали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова